Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня мы с вами пообсуждаем парфюмерию. У меня такая футболка с розой. И такой в поздние ночи я с вами встречаюсь. Хочу обсудить с вами ароматы обмусолить. Да, те, которые я приобретала. Помните, у меня была распаковка еще в июле. И с вами как-то мы их так не обсудили прям плотненько. Я ими пользуюсь активно и хочу как раз поговорить о них. Первый аромат это Mon Blanc Signet. Это подпись переводится. Спасибо вам, вы мне подсказали. Я так все вспоминала. Думаю, что слово знакомое. Потому что обычно везде что-то заполняешь. И там сигнеты, сигнеты. Ну, то есть подписаться надо. Это, видимо, какая-то чья-то подпись. Я не знаю, но будем так считать. Так, выглядит флакон очень красиво. Такой кубик, знаете, какого-то, как сказать, льда. Вот как будто льдышечка такая. На самом деле он очень красивый молочно-ванильный аромат. Мускусный. И есть пион, иланг, иланг, бензоин. То есть эти вот эти красивые, сладкие нотки, которые есть... А сейчас я вспомню. Боже мой, все время забываю. Вот любимый самый мой аромат. Lauren Matson Essence Orchid. Очень похоже. Как будто более такой, знаете, водянистая. Но добавили мускус и сливочность. Знаете, вот такие какие-то сливки. Стартует очень лимонадно. Поэтому поначалу кажется, м-м-м, цитрусовая. Тут какой-то заявлен цитрус. Я не помню, я называю это мандарин. Он как-то называется... Подскажите мне, пожалуйста. Ой, девчонки. Из головы вылетает. Клементин. Вот. Но я считаю, что это мандарин. Он такой цитрусовый красивый. Давайте брызну, что я тут сижу. Короче, аромат недорогой. Очень современный. По-моему, насколько я читала, выпуск у него 20-го года. И он действительно очень современный. Совершенно недорогой. Можно очень выгодно купить. Там тысячи за шесть с моим промокодом. Кстати, да, на РНДУ продолжается распродажа. Летняя. Скидки до 50%. Не забывайте про мой промокод 10тиалина, который дает дополнительные 10%. Суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Девчонки, можно купить очень выгодно. Аромат. Там шесть с копеечками за 100 миллилитров. У меня 50 миллилитров. Обошелся мне совершенно недорого. Это можно сделать подарок с какой-то девчонки молодой. Потому что он реально просто молодежный аромат. Знаете, вот когда он свежий вместе с ванилью. И при этом такой молочненький, наверное, вот мне так кажется. Какой-то вот сливочно-сладенький и мускусный. Хорошая стойкость. И знаете, вот сейчас на август, когда начинаются ветра, дожди, он так красиво звучит. Я использую его практически каждый день. Люблю, обожаю. Девчонки, спасибо вам за совет. Я знаю, что у многих моих знакомых оказалось, что он тоже есть. Но девчонки постарше не всегда им пользуются. А молодежь вообще с огромным удовольствием. Также аромат бесподобный. Девчонки, рекомендую. Потестируйте. И недорогой. Мамблан вообще бренд, он такой недорогой. Но удачно, удачно сделали аромат. Просто какая-то сказка. Вот. Значит так. Дальше. Знаете, такое ванильное молочко, я бы сказала. Такое лимонадное ванильное молочко. Дальше хочу вам показать прекрасный аромат, который тоже заказала. На рандеву. Но я взяла в версии уценка. Что такое уценка? Это либо коробочка есть, но она помятая. Либо коробочка белая, как тестер. Либо без коробочки. Но они очень хорошо запаковывают. Иногда не бывает крышки. Значит смотрите. Если вы идете в магазин обычный и смотрите, что тестер с крышкой, значит скорее всего придет с крышкой. Не могу 100% гарантировать. Но 99,9. Потому что если тестер вообще представлен в образцах с крышкой, он всегда будет с крышкой. Я сейчас скажу. Вот например, Прада. Ой, Прада, боже мой. Кинзоля пар. Они вот и тестеры стоят без крышек. Соответственно. Ну то есть придет картонное. Здесь я получаю по очень привлекательной цене. У меня была такая возможность взять либо 50 мл в коробочке новенькие. Либо взять тестер 100 мл. Конечно я выбрала тестер 100 мл. Роскошный аромат. Использую его уже достаточно много. И хватит надолго. Учитывая, что он не очень стойкий. Знаете, вот не очень яркий. Есть такие ароматы спокойные. Он как раз к ним относится. Почему я его взяла? Я его потестировала и влюбилась реально на пароме Хельсинки Таллин. Там дьюти-фри. Я там ходила. Дути. Я обычно говорю. Дутик. На меня же будете говорить. Это не так произносится. В общем, там я ходила, потестировала его и просто ушла. Потом я хочу еще. Пришла еще побрызгала. Короче, девчонка. Я в нее влюбилась. Реально такой бесподобный аромат. Знаете, что он мне напоминает? Ой, я даже не знаю. Душусь. Боженьки мои, это такая красота. Знаете, он стартует цитрусово. Тут заявлены тубироза, по-моему, и ланг и ланг. Древесные ноты. Знаете, честно, я ничего этого не слышу. Я вам скажу, что я слышу. Я слышу земляничное банное мыло. Звучит не очень красиво, но я сейчас запишу ассоциации. Вот смотрите. У меня почему-то ассоциации с детством. Возможно, такое ощущение, что здесь немножко есть ландыши, что ли. Не знаю, потому что у меня какие-то ассоциации с мамой постоянно. И вот у меня ассоциации. Я в деревне. В деревне именно вот где есть баня. Баня вот такая деревянная. Возможно, вот эти древесные ноты это и дают. Вот эта деревянная баня, веник. То есть вот это все счастье. И я уже такая, знаете, когда летом ветер на тебя полетит. Вот эти поля бесконечные. Ты прям чувствуешь к вечеру, что ты хочешь помыться. Ты идешь в эту баню деревянную, где пахнет даже углями немножечко. Вот эти полки, они же тоже деревянные. Они прям пропитаны. И чувствуешь вот это дерево, запах этого мокрого дерева. Ты моешься, и оттуда выходишь такой чистый. И моешься земляничным мылом. Вот этим банным. Почему-то у меня ассоциации такие. И вот ты выходишь оттуда весь такой чистый. Ложишься в такую хрустящую, накрахмаленную кровать, которую бабушка приготовила. И тебе так хорошо и спокойно. Такая чистая, такая счастливая. Но обращает одно, что ты понимаешь, что завтра ты встанешь, целый день будешь бегать. У тебя опять в волосах будет все в пыли. Тело все будет вот этими пылями покрыто. Это как, вы знаете, вот, как это сказать, я не знаю. Ну вот у нас в деревне так было. То есть там всегда ты приходишь какой-то пыльный. Потому что всегда ветер, всегда на тебя летит. В деревне там это бездорожье. И вот это вот все. И вот это чувство вот этой чистоты приятной. Это вот такого приятного комфорта. Боже, я сижу и наслаждаюсь. Аромат совершенно такой деликатный. Он очень женственный, понимаете, на самом деле. Он очень породный аромат. Он подходит для офиса, для каких-то деловых встреч. Там, где не надо быть, там, каким-то вот сладостями пахнуть. Или ванильками, да, где немножечко может быть неуместно. Даже вот в поликлинику сходить куда-то, да. Вот очень красивый аромат. На работе, везде, знаете, это вот такой аромат повседневности. Я бы сказала, что у меня вот все вот эти вот ароматы, которые я вот приобрела в прошлом месяце, они все ароматы, знаете, вот на каждый день. Когда не надо вот тянуться к какому-то, вот смотришь, иногда бывает вот, любимый аромат. Боже, как я его люблю. А куда я буду душиться? Да, та же Лоран Мацон и Сенс Лоркет. А куда? Ну, как бы надо повод, надо как-то куда-то. Не повседневный аромат. Здесь же это просто на каждый день. И вот очень такие красивые, приятные ассоциации. Я так понимаю. Я помню, знаете, вот этот аромат 17-го года. И все Прада. Это Прада Аманда. Это Прада, вот эта сухая горький миндаль, такой немножко мыльный тоже, мыльно-пудровый. Это Прада Ла Роуз. Они все вот изготовлены примерно в 17-18 год. И вот, видимо, у Прада она подложка однотипная. И поэтому есть вот такие ассоциации с каким-то вот именно мылом, да, вот ощущением такое. Очень красивый аромат, но почему-то земляничное. Я не знаю, почему так. Банное земляничное мыло. Вроде бы звучит так некрасиво, но так приятно. И знаете, такое не люксовое звучание, нишевое, потому что слишком дорого звучит. Очень красиво. Попробуйте, потестируйте. Возьмите, может, пробничек, миниатюрку. Попробуйте. Скажу, что аромат нестойкий. Его нужно несколько раз обновлять в течение дня. Шлейф у него не сильно длинный, он достаточно близко сидит. Но сейчас в августе начинаются сильные ветра. И поэтому как раз все ароматы, которые глухо сидят, мы используем как раз в августе. Да. В сентябре будет уже немножко не то, потому что в сентябре начнутся уже такие сильные дожди. Вот это вот холод. И он такой будет, знаете, вязкий, сидячий. Вот в октябре опять начнутся ветра. А вот в августе как раз они начинаются. Вот эти, когда такое все вот уже желтое, какое-то высушенное, начинается вот это все дуть. И ты понимаешь, какой-то ветер такой уже прохладный, прям немножечко колки становится. Ты понимаешь, что лето заканчивается. Прямо вот по этому ветру я это ощущаю. Поэтому прекрасный аромат. И вот я отлила его, во-первых, покажу, сколько использовала. Во-вторых, я еще в атомайзер его отбрызгала. И я просто с удовольствием наслаждаюсь. Так что не бойтесь приобретать тестер. Я знала, что он с крышкой, потому что тестера я видела и тестировала с крышкой в магазине на пароме. Так, а значит, на магазине на пароме, хоть там, знаете, дьюти-фри, но цены там какие-то очень дьюти-фришные. Так что, в зависимости от разной страны, цены разные на парфюмерии. В одной стране немножко подешевле, в другой налоги побольше, и цена, и там, и расходы, да, и цена совершенно другая. Экс Ниила, Lost in Paradise. Это вы мне тоже рекомендовали. Вы мне рекомендовали вот этот аромат и вот этот красавчик. Он, знаете, в стиле Шанель Шан Стендер. Знаете, такой незамысловатый, простой пион здесь. И мускус. Все. Но мне, знаете, слышна такая декоративная розочка, как будто бы она водянистая роза, с цветочного магазина. Вот я так слышу. Вот. А может быть, это пион так играет. Но аромат очень такой простой, знаете, он тоже такой цитрусовый, стартует очень красиво. Но если заявлен как унисекс, я считаю, что это исключительно женский аромат. Вот просто. Боже, он такой красивый. Знаете, и он мне вот, он раскрывается очень так цветочно. Вот такой пион, такой водянистый, как будто он после дождя. Роза такая же, не масляная, жирная, как сисла. Вот такая же красивая роза после дождя. Декоративная. Но потом, знаете, ощущение, что я закутываюсь в какой-то теплый хлопковый плед. При раскрытии и уже как-то к базе он идет такой вот, знаете, цветы с хлопком. Почему такие ассоциации? Очень красивый, нежный, не загружающий голову. Прекрасный аромат. Девчонки, кстати, на рандеву, к счастью, есть вот такие миниатюры по 8 мл. Позволяют, дают возможность потестировать, поносить, даже полностью пользоваться ароматами, дорогими ароматами. Потому что я бы не приобрела к себе с Нила вот просто вот так вот, ну, на основании отзывов целый флакон. Я бы побоялась. Ну, во-первых, это еще и очень дорого, да. И можно даже, знаете, собрать целую коллекцию ароматов. Например, нравится вам амуажи, но вы же не будете покупать амуажи. Девочки, хочу сказать, вот у меня все ароматы, которые были 100 мл, я ни один не использовала в ноль. Ну, ни один, я что-то не могу вспомнить. Поэтому иногда думаешь, лучше купи ты вот эти миниатюры. Их удобно положить в сумку, они не парят. Я вот этот аромат использую как второстепенный. То есть я обновляюсь в течение дня, что бы я на себя не нанесла, потому что он такой универсальный. Вот еще раз повторюсь, в стиле Шанель Шанстендер. Но там айва, там сладости, там немножко грейпфрута, цитрусовость такая, больше яркая. Здесь больше про цветы и про хлопочек. Не знаю почему. Вот такие ассоциации. Знаете, такие цветочки, именно вот такие нежные, нежные в цветочном магазине такие водянистые. Очень дорогие, красивые розы. И он такой, знаете, ненавязчивый, довольно такой монотонный тоже в стиле Шанель Шанстендер. Очень красивый, спасибо вам большое за совет. Я думаю, что я попробую, потестирую еще многие ароматы. Спасибо Рандеву, что можно за небольшую сумму использовать, приобретать вот такие вот миниатюрки по 8 миллилитров. Очень хороший формат. Кстати, в самолете летала, с ними не парят. Это значит, не текут и ничего не происходит. Герметично. Обожаю их вообще на самом деле. Я постоянно их использую. У меня там тут косметички, тут косметички. Такой же вот в рюкзачке. То есть вожу с собой и наслаждаюсь. Девчонки, на сегодня у меня все. Напишите мне, какие ароматы вы приобретали в последнее время. Я жду от вас еще. Пожалуйста, дайте мне совет. Хочу какой-нибудь аромат. Прямо что-нибудь новенькое, что-нибудь вот такое. Что-то хочу. Напишите мне, что мне приобрести. Дайте мне совет, пожалуйста. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Там мы с вами тоже обсуждаем все. И там можете мне посоветовать флакончик. Там фотографию приложить, написать, чем вам нравится. Может, я тоже приобрету. Потому что благодарна вам за ваши советы. Я их использую и приобретаю ароматы. Потому что хочется попробовать многое. Но не все можно потестировать в магазине. Потому что до этих магазинов еще ехать надо. Но в обычных магазинах я не веду. А на родову такие цены хорошие. Конечно, лучше заказывать в магазине онлайн. Зачем покупать и переплачивать за площади, за продавцов и за все остальное. Так что очень красивые ароматы. Этот больше молодежный. Этот больше девочек постарше все-таки. И тот, наверное, все-таки молодежь. Хотя он такой универсальный. И очень странно, что он заявлен как унисекс. Действительно. Что он подходит ему женщина-мужчина. Но не знаю. Это только если мужчина какой-то с особенностями, скажем так. Потому что, на мой взгляд, чисто женский аромат. Очень красивый. Спасибо вам за совет. Роскошный. Вот. Ну, там, конечно же, тоже есть персики-абрикосы. Немножко. Которые есть. То есть в стандартных всех экс-ниила. Они в основную базу всегда засовывают. Так же, как и в Прадо. У них всегда идет ирис. Пудровый такой, помадный. Да. И здесь то же самое. Здесь, ну, в плане, что здесь персики-абрикосы. То есть какая-то фирменная база присутствует всегда в любых ароматах. Это, кстати, классно. Ну, потому что хотя бы всегда узнаешь имена бренд. Вот. Так что все люблю, целую. Жду вас в комментариях. Жду вас в своем телеграм-канале. Если ютуб заблокирует, мы с вами там, в телеграм-канале. Если ютуб заблокирует, ставим VPN. Потому что я буду ставить VPN и продолжать снимать ролики. Потому что я... Что? Ищешь все на ютубе находишь. Обычно на ютубе есть все. Поэтому я на нем буду оставаться, буду сама смотреть и буду также снимать ролики. Но если вы не хотите ютуб, не хотите VPN, или это сложно, переходите в телеграм-канал. Там у меня будут выходить также ролики, если будут какие-то проблемы с ютубом. А, к сожалению, российские площадки нам не смогли предоставить ничего такого, чтобы оно было какой-то альтернативой, было более-менее, что вот... Слушайте, ну они такие просто, как головоломки. Что это дзен, что это трутуб. Боже мой, мне аж это... Никак туда не зайти. Так что встретимся в телеграм-канале. Я вас люблю. Целую. Всего вам самого лучшего. Прекрасных вам покупок. И здоровья. Целую. Пока-пока.